друзья всех приветствую спасибо что заглянули сегодня речь пойдет про вот этот инструмент это гайковерт винтоверт дополнение вот к этому инструменту очень нужная вещь периодически бывает справляется с громадным крепежом с гайками с винтами и из глухарями вот этот инструмент 70 процентов он применяется в работе для среднего крепежа вот такого размера бывает и такого размера бывает и такого размера длиннющий но иногда он не справляется и к нему на подмогу приходит вот такой инструмент многие задаются вопросом зачем это нужно а для того чтобы легко и непринужденно быстренько в работе закрутить какой-нибудь мощный крепеж очень выручает дополнение к этому в тандеме это один громадный шуруповер есть с многочисленными функциями здоровенный который вы с собой таскаете иногда может быть где-то не подлезть большущим шуруповертом у меня заведена такой инструмент вот этот универсал подлазит везде компакт форма фактор такой к этим инструментом бывают и большой такой аккумулятор квадратного сюда вставляется я показывал как-то на канале зайдите посмотрите усиливает и вот этот и так мощный инструмент 105 ньютонов метров и усиливать вот этот тоже инструмент 30 ньютонов метров 70 процентов вы работаете вот этим инструментом потому что у вас у нас вот такой крепеж я в этом уверен просто вот такой средний средний бывает крупный крупный не часто применяется и крупный чтобы вот этот не напрягался вот этот выручает очень сильно так как большим инструментом большим шуруповертом приходится работать так же как вот этим то смысла в большом я не вижу и вот этот у меня отдельно на подмоге лежит в комплекте очень мощный сейчас я покажу его параметры что он из себя представляет он как шуруповерт только вот без кулачкового патрона здесь такой вот патрон под шестигранник от биты и под головки с переходником биты здесь надо применять черные вы можно и вот такие я показывал уже еще покажу на примере обычных у меня не под рукой черная бита здесь надо вот это вот это вот дело оттянуть так просто не вставляется бита именно в этой модели бывают модели где просто сразу защелкиваться и вот становится таким вот достаточно мощный крутящий момент у него здесь подсветка кстати она как фонарь светит понравится хотя не в подсветке дело у всех мастеров есть налобный фонарь поэтому это чисто опция я так вот рассматриваю можно подсветить как простым фонарем в пол нажатия в четверть нажать вот такой вот здесь освещение выручает с закисшим крепежом с большим крепежом микроудар здесь вот их называют импактами тоже компакт форм фактор такой пока я смысла не вижу переходить на следующие какие-то модели они вполне справляются своей работой с такими ударными головками нужно применять на такой вот комплектик когда-то завелся обзавелся именно под это дело черный но тут не все размеры но этим можно работать обычными насадками не черного цвета вот хочу показать допустим вот из этого комплекта вот такие головки черные язычок кнопка вставляется защелкивать сюда и вот сюда устанавливаться вот классно ну применяется друзья в основном вот этот как вы понимаете инструмент на крупном крепеже бывает сталкиваемся в работе с конструкциями такими крупнометаллическими обычно на выставках стенды всякие такие сцены подиумы всякие там разные кстати это говорит о том что почему у меня чистый инструменты не заношенные потому что у нас в основном чистовая работа без всяких там смеси просто сборка-разборка различных конструкций там мебельных там всяких магазинных там выставочных конструкций поэтому у меня вот инструмент в таком состоянии просто многие задавались вопросом о чем у тебя не заношенный и чистенький такой ну во первых я ухаживаю за ним я ничего сложного нет его протереть там пропылесосить отдуть и если приглядеться да он достаточно такой же потертый просто у него такая степень выживаемости да то есть если достаточно так аккуратно относиться к нему ну я как отношу в средне наши автомобили чистые поэтому почему бы не ухаживать за инструментом почему должен быть грязным и заношен этот чуть почище и меньше заношен так как он реже применяется опять же я говорю в тандеме вот эти два инструмента заменяют один здоровенный инструмент шуруповерт который надо постоянно таскать тяжелый да и 90 процентов крепежа вот такой вот будет вас и зачем тогда тяжелый вот можно таким его под ногу приходит такой но это чисто мое мнение субъективное мнение так скажем естественно в этом видео хотел просто вот показать как это все выглядит задаются вопросом что это у тебя штука такая вот вот такая штука также 12 вольтовая здесь у меня опять же 10 вольтовой у меня из старой линейки аббревиатуры еще тут сейчас пишут 12 раньше писали 10 вот у меня до сих пор живут эти аккумуляторы ничего с ними не произошло один только у меня умер я показывал как в прошлом видео где я пытался его реанимировать не получалось и мы все убедились что это нереально то есть надо банки менять а так до сих пор живут и они не кашляют не чихают эти инструменты я не фанат этой марки как бы не рекламирую сейчас у меня просто завелся этот инструмент много раз повторяюсь и приходится им работать это пока щеточной модели до бесщеточных еще мне далеко потому что эти еще до сих пор живут и опять же таки даже нет симптомов на какое-то там их не завершение жизни их не так что друзья вот такой вот имейте ввиду модели у меня вот такая модель это для тех кто в раздумьях опять же говорю кто думает для чего это нужно кстати вот дать покажу как вытаскивать вот надо оттягивать то есть просто он не вытаскивается головки можно применять черные можно белые применять на этом у меня просто вот черные оказались желательно черная да вот реверс у него такой меняем и здесь достаточно мощный 105 ньютонов метр на метр как бы я уже говорил а если не говорил то уже забыл пока тут показывают у себя вот эти модели разные бывают бывает обновленная какая-то версия вот здесь с кнопкой две кнопочки я не знаю что там за модель у меня вот такая без всяких переключателей заниженные повышенный оборот у меня этого нет у меня здесь чисто курком нужно курком это регулирует кстати на разборке конструкции вот этот и применяется то есть в обратную сторону реверс и и вот быстрее если что-то надо разобрать но собирать надо аккуратно вот этим вот он проламливает иногда какие-нибудь особенно в мебели в диванах можно применять там болтовой крепеж механизм вот эти железные вот он выручает кстати но если по мебели работать так что вот такой инструмент друзья кому понравилось ставьте оценку свой лайк или дизлайк и если есть желание подписывайтесь буду рад пишите комментарии всем пока